Продолжение следует... 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 Первое изменение касается изменения предельных значений процентных ставок по обязательствам из контролируемых сделок. Обратите внимание, что максимальные значения интервалов на 2016 год будут составлять от 75% до 125% ключевой ставки Банка России для любых контролируемых сделок. Данное изменение касается тех налогоплательщиков, которые, соответственно, применяют 269-ю статью на практике. Следующее изменение касается внесения изменений в статью 254 Налогового кодекса 270-ю. Будут уточнены формулировки о платежах за загрязнение окружающей среды, признаваемых в составе материальных расходов и не учитываемых в расходах. Изменения здесь носят технический характер, и они были призваны гармонизировать формулировки налогового законодательства с природоохранным законодательством. То есть как платежи сформулированы в природоохранном законодательстве, таким же образом они на данный момент будут сформулированы в налоговом кодексе. То есть для единообразия налогового и природоохранного законодательства. Следующее изменение, которое также вступает в силу у нас с 1 января 2016 года. Обратите внимание, что у нас новая редакция будет статьей 256 Налогового кодекса и 257. У нас будет увеличен стомасной критерий амортизируемого имущества. Амортизируемым имуществом будет признаваться имущество с первоначальной стоимостью более 100 тысяч рублей. Обратите внимание, что в бухгалтерском учете соответствующих изменений нет. Соответственно, обращайте внимание на возникающие разницы в налоговом и бухгалтерском учете, связанные с различным стоимостным критерием первоначальной стоимости. Следующее изменение касается внесения изменений в 264 статью Налогового кодекса. Уточнены положения о признании расходов по договорам аутсорсинга. Здесь тоже достаточно технический характер носит изменения. Добавлено в 264 статью, подчеркнуто на слайде, в том числе. То есть раньше это было, собственно говоря, через запятую. Возникало неоднозначное толкование в практике данной нормы. Теперь, собственно говоря, данный недочет устранен. Следующее изменение, которое также вступает в силу с 1 января 2016 года, касается увеличения компаний, вносящих только квартальные авансовые платежи по налогу на прибыль. Связано это с увеличением лимита среднеквартальной суммы доходов от реализации, определяемого за предыдущие 4 квартала, с 10 до 15 миллионов рублей. Напоминаю вам, что авансовые платежи следует перечислять не по 28 календарных дней с даты окончания отчетного периода. Соответствующие изменения были предусмотрены федеральным законом 150 ФЗ. Следующее изменение, которое также вступает в силу с 1 января 2006 года, касается необходимости приведения к единобрации толкования понятия патентного права. Соответствующие изменения вносятся в статью 250 Налогового кодекса, 264 и 265. В силу Гражданского кодекса патентными являются права на изобретение, полезные модели и промышленные образцы. До внесения изменений речь шла только об авторах открытий, изобретений и промышленных образцов. То есть не было упоминаний о полезных моделях. Соответственно, это ущемляло права патента-обладателей последних. На данный момент соответствующие изменения внесены, и патентные модели будут указаны в соответствующих нормах. Следующее изменение, которое достаточно объемное и коснется налогопотельщиков, которые пользуются статьей 269, уточнены основания, при которых долговое обязательство может быть признано контролируемой задолженностью. На данный момент с 1 января 2017 года контролируемой задолженностью будет признаваться непогашенная задолженность налогопотельщика российской организации по следующим долговым обязательствам. По долговым обязательствам перед иностранным взаимозависимым лицом, который прямо или косвенно участвует в организации, по долговому обязательству перед лицом, признаваемым взаимозависимым лицом указанного иностранного лица, и по долговому обязательству, по которому указанное иностранное лицо или его взаимозависимым, выступает поручительным или гарантом. Обратите внимание, что критерий аффилированности, который содержался в 269 статье и на данный момент действует, заменен на критерий взаимозависимости. При этом взаимозависимость у нас будет определяться по правилам трансферного ценообразования, по правилам, которые указаны в статье 105.1. То есть норма своевизависимости будет определяться только по определенным критериям. Не по всем, но только по определенным, которые будут перечислены в 269 статье. Увеличена будет минимальная доля участия одной организации с 20 до 25%. И будет расширен перечень лиц, долговые обязательства, перед которыми могут быть потенциально признаны контролируемой задолженностью. И еще один такой, мне кажется, серьезный аспект, что в норме будет указано, что суд может признавать контролируемой задолженностью, задолженность, ну, собственно говоря, там по основаниям, по которым ему представляется это необходимым. То есть перечень случаев в действительности может быть расширен судом. Установлены два случая, в которых непогашенная задолженность российской организации не будет признаваться контролируемой задолженностью. Обратите внимание, что одно изменение действует уже с 1 января 2016 года. Речь идет о задолженности перед невзаимозависимым банком. И второе изменение, которое будет действовать только с 1 января 2017 года, то есть оно на данный момент не действует, не будет признаваться контролируемой задолженностью по долговым обязательствам при одновременной выполнении следующих условий. Задолженность возникает перед российским налоговым резидентом, взаимозависимым с иностранным лицом, при условии, что российский заемщик, собственно говоря, сам взаимозависим с этим иностранным лицом. И второе условие, что взаимодравец по такому долговому обязательству не имеет задолженности перед иностранным лицом по сопоставимым обязательствам. Обратите внимание, что эти условия должны быть выполнены одновременно, то есть нет возможности выбрать либо первое, либо второе. Еще раз хочу обратить ваше внимание, что касательно задолженности перед невзаимозависимыми банками вступают в силу с 1 января 2016 года. Обратите на это внимание. По налогу на прибыль, по изменениям это все. Теперь мы обратимся к прогнозируемым изменениям, к законопроектам, касаемым налог на прибыль. Первый законопроект, который очень долго уже также находится в Государственном доме на рассмотрении, на данный момент принят только в первом чтении, касается о включении в налоговый кодекс случаев, когда полученные налоговые выгоды являются необоснованными. Планируется внести изменения в статью 54 налогового кодекса, 169, 252. В 252 будут внесены изменения, в которых будет указано, что на данный момент планируется, что не признаются документально подтвержденными затраты, в случае, если документы подписаны неустановленным или неуполномоченным лицом. При этом обратите внимание, что законопроект, собственно говоря, на данный момент сейчас также указывается в норме, что не исключает необходимости оценки конкретных обстоятельств судом. То есть, на самом деле, сейчас, если даже соответствующие изменения будут внесены, в 252, 169, то, как и в действующей судебной практике касательно взаимоотношений с однодневками, конкретные обстоятельства будут устанавливаться судом. То есть, это попытка перенести 53-е постановление в налоговый кодекс, но, я думаю, что на практике оно, опять же, так же будет применяться, исходя из конкретных обстоятельств дела налогоплательщика. На данный момент, еще раз повторюсь, принят в первом чтении. Следующий законопроект касается об учете расходов на организацию туризма работников и членов их семей. На данный момент также рассмотрение в первом чтении проходит. Планируется статью 255 дополнить пунктом 24.2, в котором будет указываться, что добавлены расходы на оплату услуг по организации туризма и отдыха на территории Российской Федерации в соответствии с договором о реализации туристского продукта, доказанных работников детям в возрасте до 18 лет, а также детям-работникам. Лимит признаваемых расходов планируется установить в 50 тысяч рублей на каждого из граждан. Ну, как мы понимаем, собственно говоря, цель внесения таких изменений – это стимулирование российского туризма. Обратите внимание, что от НДФЛ и страховых сносов освобождение у нас предусмотрено не будет. Следующий законопроект касается внесения изменений в порядок формирования резерва по сомнительным долгам. На данный момент находится на предварительном рассмотрении. В пункт 4 статьи 266 Налогового кодекса планируется внести изменения, которые будут назвать, что сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не может превышать 10% от выручки текущего налогового периода. На данный момент у нас сумма создаваемого резерва не может превышать 10% от выручки отчетного, в скобочках, налогового периода. Целью данных изменений нам представляется обеспечение равномерного налогового учета финансовых потерь налогопотечек. Следующее планируемое изменение касается учета расходов в виде пожертвования учреждениям культуры. На данный момент рассматривается в первом чтении. В пункт 1 статьи 265 НК будет дополняться под пунктом 18, в котором будет указано, что расходы в виде пожертвований перечисленных организаций жертвователям государственным и муниципальным учреждениям культуры, а также некоммерческой организацией, на формирование целевого капитала в цель поддержки указанных учреждений. Обратите внимание, что в пункте 4 статьи 264 НК будет предусмотрен лимит на такие расходы, не более 1% от выручки. Цель таких изменений – стимулирование меценатской деятельности и будет ограничен крок получателей только государственных и муниципальных учреждений и только культуры. Следующий законопроект касается возмещения расходов на спортивные занятия. На данный момент внесен в Государственную Думу. Планируется Трудовой кодекс статьей 188 АТИД дополнить, который будет указан, что при систематических спортивных занятиях работника в физкультурно-спортивных организациях, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, работнику возмещаются его расходы на такие занятия, подтвержденные документами, удостоверяющими регулярность посещения работникам данной организации. Но пока не совсем понятно, что такое регулярность, как ее подтверждать, что такое систематические спортивные занятия. Я думаю, это все на практике будет уже разъясняться. При этом обратите внимание, что лимит компенсации не выше 25% от суммы минимального размера оплаты труда, предусмотренного для субъекта, где работник осуществляет свою трудовую деятельность. Ну, то есть, на самом деле, сумма компенсации не такая значительная будет. Коллеги, это все, что я хотела вам рассказать об изменениях НДС и налог на прибыль. Еще раз напоминаю вам, что в окошке чата вы можете задавать свои вопросы, на которые мы постараемся ответить после сессии. И я передаю слово своей коллеге Екатерине Дбар, которая вам расскажет об изменениях по налогу на имущество. Большое спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, добрый день, приветствую вас. И у нас уже в чате обозначились первые вопросы. Коллеги спрашивают, можем ли мы выслать на почту наши презентации. Да, мы можем выслать наши презентации, с которыми вы можете ознакомиться. Вот для этого нам нужны электронные адреса, да? Все есть. И, как сказала Екатерина, мое выступление посвящено изменениям в налоге на имущество. Я расскажу о тех изменениях, которые были внесены в налоговый кодекс по налогу на имущество, в закон города Москвы о налоге на имущество. А также расскажу о последних тенденциях правоприменительной практики по налогу на имущество, исчисляемому исходя из кадастровой стоимости. Сразу оговорюсь, что по налогу на имущество изменений в этом году было совсем чуть-чуть. И первое изменение касается отчетных периодов для налогоплательщиков, исчисляющих налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости. Теперь, для этих налогоплательщиков отчетными периодами это является не как было раньше, первый квартал полугодия и 9 месяцев календарного года, а отчетными периодами признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года. Сразу оговорюсь, что в налоговой декларации пока изменений нет, и коды отчетных периодов остались прежними. И не изменились также, собственно, и порядок исчисления авансовых платежей, их сумма рассчитывается по-прежнему, и срок подачи расчетов по очковным периодам также не изменился. И второе изменение касается тех ситуаций, когда на объекты недвижимости у нас в течение налогового периода прекратилось или возникло право собственности. Как вы знаете, сейчас применяется коэффициент, который позволяет рассчитать сумму налога, исходя из количества месяцев, в течение которых налогоплательщик фактически владел объектами недвижимости. И сейчас данный порядок уточнен и касается тех ситуаций, когда право собственности возникло или прекратилось в течение месяца. Если право собственности на объект недвижимости возникло до 15-го числа соответствующего месяца или прекратилось после 15-го числа соответствующего месяца, то данный месяц, в котором право собственности возникло или прекратилось, учитывается при расчете налога на имущество. А если же напротив, право собственности возникло после 15-го числа соответствующего месяца или прекратилось до 15-го числа соответствующего месяца, то данный месяц не учитывается при расчете налога на имущество по таким объектам недвижимости. Вот собственно и все, вот все те изменения, которые у нас вступили в силу в 16-м году в налоговом кодексе. Но, коллеги, как вы знаете, налог на имущество у нас налог региональный и много особенностей устанавливается региональным законодательством. И вот в городе Москве довольно много изменений было внесено в закон о налоге на имущество и сейчас немного расскажу о них. Во-первых, дополнен перечень объектов, по которым налог на имущество исчисляется исходя из кадастровой стоимости. Теперь этот перечень дополнен таким объектам, как жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве объектов основных средств. Но есть особенность по сравнению с налоговым кодексом. И в Москве такие объекты попадают в перечень объектов налог на имущество, по которым исчисляется исходя из кадастровой стоимости, только в том случае и в том периоде, когда истекло два года со дня принятия указанных объектов к бухгалтерскому учету. Ну, допустим, сейчас 16-й год и у нас на балансе есть жилое помещение, которое мы не учитываем в качестве объекта основных средств. Для того, чтобы понять, должны ли мы в Москве исчислять по данному объекту налог на имущество, исчисляемые исходя из кадастровой стоимости, мы должны просмотреть дату принятия к учету данного объекта. Если данный объект был принят к учету в 2014 году или ранее, то есть с момента принятия к учету истекло более чем два года, то, соответственно, данный объект следует облагать по новым правилам, исходя из кадастровой стоимости. Если же мы этот объект приняли к учету после 2014 года, то есть на момент 2016 года еще два года, со дня принятия данного объекта к учету не истекло, то данный объект не облагается, исходя из кадастровой стоимости, ровно до того момента, пока эти два года не истекут. Также обращаю ваше внимание, что в Москве понизили ставки по недвижимому имуществу, исчисляемому исходя из кадастровой стоимости. Соответственно, в 2016, 2017, 2018 году ставки будут ниже, чем были заявлены в прошлогодней редакции закона о налоге на имущество города Москвы. Позитивные довольно-таки изменения также были внесены в налогообложения в городе Москве. Теперь расширен перечень нежиловых помещений, по которым есть право налогоплательщика применить понижающий коэффициент к налоговой ставке. Если раньше понижающий коэффициент применялся только к объектам общественного питания, то теперь понижающий коэффициент может применяться и к объектам розничной торговли, бытового обслуживания, объекта, предназначенного для осуществления банковских операций по обслуживанию физических лиц, туристской деятельности и деятельности в области исполнительных искусств, музеев, коммерческих и художественных балерей и деятельности в области демонстрации кинофильмов. Также, если раньше соответствующий понижающий коэффициент применялся только к соответствующим объектам, которые были расположены на первом или втором этаже зданий, то теперь этот коэффициент также позволяется применять к тем помещениям, которые расположены на цокольном этаже. Еще одно такое изменение, оно скорее носит технический характер, но убирает, скажем так, разночтения, разнотолки, которые раньше существовали. В законе закреплена льгота в отношении многоэтажных гаражей и стоянок. И, соответственно, возникал вопрос, применяется ли данная льгота в том случае, если гаражи и стоянки располагаются в объектах налог на имущество, по которым вычисляется исходя из катастроевой стоимости. Или данная льгота распространяется только на те объекты, по которым налог на имущество исчисляется исходя из балансовой стоимости. Соответственно, этот вопрос и эту неопределенность сейчас убрали и прямо закрепили, что льгота в отношении многоэтажных гаражей и стоянок не применяется в отношении объектов, облагаемых исходя из катастроевой стоимости. Тоже нововведение. Теперь льготируется имущество, которое используется в ходе реализации инвестиционного приоритетного проекта города Москвы. И также в законе о налоге на имущество в городе Москве поменялся порядок применения льгот по имуществам промышленных комплексов, технопарков, индустриальных парков и подобных объектов. Изменили срок применения льготы, привели в соответствие терминологию, поэтому рекомендую ознакомиться со статьей 4 и посмотреть, какие там изменения в этой части. Ну что ж, с изменениями по налогу на имущество в городе Москве все. И теперь расскажу про последние тенденции в правоприменительной практике по налогу на имущество, исчисляемому исходя из катастроевой стоимости. В основных направлениях налоговой политики заявлено, что планируется, что к 2018 году вся Россия, все регионы России будут исчислять налог на имущество по объектам недвижимости по новым правилам, исходя из катастроевой стоимости. Ну, понятное дело, что для того, чтобы по новым правилам исчислять налог на имущество, должна своевременно и катастроевая оценка соответствующих объектов проводиться, и должны выявляться соответствующие объекты. Не знаю, успеют ли охватить все наши регионы к 2018 году, но вот действительно в новых регионах сейчас ежегодно вводятся новые правила. Вот на этом слайде, в частности, приведены 9 регионов, в которых, начиная с 2016 года, налог на имущество по объектам недвижимости, коммерческой недвижимости, будет исчисляться, исходя из катастроевой стоимости. Ну, напомню, что Москва отчисляет налог на имущество, исходя из катастроевой стоимости, уже два года, и за эти два года уже, можно сказать, очень активно сложилась правоприменительная практика, и можно даже уже говорить о каких-то тенденциях, о каких-то направлениях, которые есть. С чем столкнулись налогоплательщики, когда вступили в силу изменения, согласно которым, объекты коммерческой недвижимости, а это административно-деловые, офисные, торговые центры, помещения, используемые для расположения соответствующих объектов, стали облагаться, исходя из катастроевой стоимости. То есть налоговая нагрузка по соответствующим объектам недвижимости существенно возросла. Налогоплательщики столкнулись с тем, что те объекты, которые используются в промышленной деятельности, которые никак нельзя отнести к коммерческой недвижимости, вдруг попали в перечень объектов, по которым налог на имущество исчисляется по новым правилам. Напомню, что исходя из катастроевой стоимости, облагаются налогом на имущество только те объекты, которые включены на соответствующий год, на соответствующий налоговый период в перечень. Перечень этот утверждается исполнительным органом власти субъекта. И вот, например, налогоплательщик, у которого на балансе есть склад, и который используется исключительно в производственной деятельности, вдруг обнаружил этот свой промышленный объект в перечне объектов коммерческой недвижимости, который должен облагаться, исходя из катастроевой стоимости. И первое, что сделали такие налогоплательщики, это налогоплательщики стали обращаться в суд с тем, чтобы оспорить вообще включение данного объекта в перечень. Практика уже по этому вопросу накопилась по Москве, по Башкортостану, и уже можно, собственно, понять и выявить ситуацию, когда стоит тратить энергию и усилия на оспаривание включения объекта в перечень и выявить ситуацию, когда, собственно, оспаривание включения объекта в перечень бессмысленно, бесперспективно, и, может быть, стоит сосредоточить усилия на том, чтобы пересмотреть уже кадастровую оценку данного объекта в меньшую сторону и уже через этот путь снизить возросшую налоговую нагрузку. Но первое, что надо сделать, если, допустим, объект, который не используется как коммерческая недвижимость, вдруг попал в перечень и налоговая нагрузка по данному объекту возросла. Первое, что надо сделать, это собрать документы на землю и посмотреть, какой вид разрешенного использования земельного участка указан в этих документах. Допустим, мы возьмем кадастровый паспорт и увидим, что если в кадастровом паспорте один из видов разрешенного использования предполагает размещение коммерческой недвижимости, то в суд идти смысла нет. Дело в том, что в статье 378 прим. 2 указано, что объект недвижимости облагается налогом на имущество, исходя из кадастровой стоимости, при соблюдении одного из двух условий. Не двух одновременно, а одного из двух. Либо земля, на которой расположен этот объект, предполагает размещение объектов коммерческой недвижимости, либо сам объект фактически используется как коммерческая недвижимость. Поэтому в той ситуации, когда у нас земельный участок в качестве одного из видов разрешенного использования предполагает размещение, допустим, торгового центра, то несмотря на то, как мы фактически используем наш объект недвижимости, наш вклад, включение данного объекта в перечень является правомерным. И много отрицательной практики по таким ситуациям, когда налогоплательщики проигрывают в суды. Когда же мы можем рассчитывать на благоприятный исход, и когда у нас есть положительная перспектива оспаривания включения объекта в перечень, это в следующей ситуации. Первое. Документы на землю посмотрели. Посмотрели вид разрешенного использования, которое указано в данных документах, и увидели, что наш земельный участок, на котором расположен наш объект, не предназначен для размещения объектов коммерческой недвижимости. В частности, в моем примере приведено, что в соответствии с кодом вида разрешенного полезного использования земельного участка 129, земельный участок предполагает размещение объектов складских предприятий. Соответственно, земельный участок не предполагает размещение объектов коммерческой недвижимости. Это мы установили, это хорошо. Второе. Мы должны посмотреть, для чего мы фактически используем наш объект. Если мы его как коммерческую недвижимость, наш склад, не используем вообще, или для размещения офиса используем менее чем 20% его общей площади, то у нас соблюдаются два условия, которые позволяют оспорить включение объекта в перечень. Потому что при наличии вот этих двух условий, наш объект не соответствует тем критериям, которые налоговый кодекс заложил для того, чтобы объект недвижимости облагался, исходя из кадастровой стоимости. На данном слайде приведена практика, примеры, когда налогоплательщики успешно оспаривали включение своих объектов в перечень. Вот посмотрите, какие бывают объекты попадают в перечень коммерческой недвижимости. Складские помещения, производственная цеха, лаборатория. И здесь, соответственно, налогоплательщики, исходя из того, что данные помещения и фактически не используются как коммерческая недвижимость, и в соответствии с документами на землю не предполагается размещение коммерческой недвижимости, налогоплательщикам удавалось оспорить включение объектов в перечень и, соответственно, продолжать облагать данные объекты, исходя из балансовой стоимости. Ну хорошо, если с документами на землю все понятно, когда мы идем в суд и готовим документы, мы несем кадастровый паспорт, мы несем договор аренды, и из этих документов видно, что земля у нас не предназначена для размещения коммерческой недвижимости, то каким же образом доказать, что мы фактически объект, который расположен на нашем земельном участке, наш склад, также не используем для, например, сдачи в аренду под офисы. Здесь тоже, в общем-то, все просто. В каждом регионе есть, соответственно, государственный орган, который уполномочен устанавливать вид фактического использования помещений. В Москве это государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости. Соответственно, эти государственные органы обследуют помещения и составляют соответствующие акты, из которых следует вид фактического использования здания или помещения. Также таким актом прикладываются материалы фотосъемки. Соответственно, эти документы запрашиваются у соответствующих инспекций, и их также приносит в суд для того, чтобы подтвердить, что помещения здания фактически не используются в качестве коммерческой недвижимости. На что же следует обратить внимание? Если все, скажем так, все звезды сошлись, и документы на землю не предполагают размещение коммерческой недвижимости, и актом инспекции государственной по недвижимости также подтверждено, что помещения фактически не используются как коммерческая недвижимость, и мы выиграли суд, на что нужно обратить вообще внимание? Ну, во-первых, первое, на что нужно обратить внимание, это, собственно, в какой суд подавать иск о признании недействительным пункта перечня, в котором оказался наш объект. Такие дела спариваются в судах общей юрисдикции в рамках гражданского судопроизводства. В арбитражных судах такие споры не рассматриваются, и уже есть прецеденты, когда арбитражные суды отказывали в принятии данных дел к рассмотрению в связи с неподведомственностью арбитражным судам. Это первое, что нужно принять во внимание. И второй аспект немаловажный, очень важный, но на который пока практика единого подхода не выработала. А это именно момент, касающийся того, а с какого момента признается недействующим пункт перечня, в котором наш объект был указан. Сейчас существует в практике два подхода. Когда только соответствующие споры начались, суды стали признавать пункты перечня недействующими, но стали они признаваться недействующими не с начала налогового периода, не с 1 января 2015 года или 2014 года, а с момента вступления решения суда в законную силу. И что получалось? Допустим, 1 января 2015 года налогоплательщик обнаружил, что его помещение попало в перечень. Пока налогоплательщик собрал документы, обратился в суд, прошел по инстанциям, уже прошло, например, несколько месяцев, полгода. И вот в июне налогоплательщик выиграл суд. Так вот, перечень, согласно этому подходу, признается недействующим с июня 2015 года. И получается, что полгода налогоплательщик вынужден платить налог на имущество, исходя из кадастровой стоимости, а вторую половину года, исходя из балансовой стоимости, поскольку именно с этого периода суд признал пункт перечня недействительным. Ну, позиция, конечно, нелогичная и неблагоприятная для налогоплательщика. И вот где-то с конца прошлого года пошли первые такие дела с октября 2015 года, когда Верховный суд, удовлетворяя, скажем так, не удовлетворяя, а оставляя в силе решение суда ниже стоящих инстанций о том, что да, перечень, пункт перечня признается недействующим, а при этом менял дату, с которого перечень признается недействующим. Суд указывал, вот Верховный, что перечень должен признаваться недействующим именно с момента вступления в силу, с начала налогового периода, поскольку только в этом случае интересы налогоплательщика защищены. Ну вот я сейчас проверяла актуальность практики перед данным вебинаром и вынуждена заметить, что радоваться рано. Вот буквально недавнее определение Верховного суда от 3 марта опять стало поддерживать предыдущую позицию, согласно которой перечень признается недействующим именно с даты вступления решения суда в законную силу. Поэтому надо сказать, что этот вопрос пока в практике является неопределенным и налогоплательщику следует иметь в виду, учитывая вот данные обстоятельства, что если налогоплательщик обнаружил, что его объект попал в перечень и есть все основания оспорить включение объекта в перечень, ни в коем случае не стоит затягивать с этим делом, а нужно как можно быстрее готовиться к суду и идти в суд. С тем, чтобы пораньше решение суда вступило в силу и пораньше у налогоплательщика возникло право применять прежний порядок налогообложения, исходя из кадастровой стоимости. Ну вот еще последний момент, на который тоже в этой связи хотелось бы обратить, что поскольку вся эта процедура оспаривания включения объекта в перечень это оспаривание просто нормативного акта недействительным в какой-то части, в части конкретного пункта, которым утвержден соответствующий объект недвижимости. А поскольку соответствующий перечень, нормативный акт каждый год, каждый новый год устанавливается новый и на каждый новый год принимается новый перечень, то вполне возможна ситуация, и такая ситуация на практике уже встречалась, когда налогоплательщик оспорил включение объекта в перечень на предыдущий налоговый период, а на новый налоговый период опять этот объект попал в перечень. И для того, чтобы исключить на следующий год объект из перечня, налогоплательщику снова нужно пройти вот эту всю судебную процедуру, то есть через иск собирать документы, обращаться в суд и требовать признать соответствующий пункт перечень недействительным. Вот здесь, на наш взгляд, конечно, имеет место пробел в законодательном регулировании, поскольку отсутствует внесудебная административная процедура оспаривания ошибочного включения объекта в перечень, но, к сожалению, пока что имеем, то и имеем. Ну вот, пожалуй, все. С налогом на имущество коллеги. Просим не стесняться задавать вопросы по теме выступления, по изменениям. Мы готовы прокомментировать и ответить. Спасибо за внимание. Да, я вот указала практике. Практику я встречала только вопрос. А есть ли практика споров по перечням в арбитражных судах? Арбитражные суды, к сожалению, к рассмотрению такие споры не принимают и отправляют налогоплательщиков оспаривать, соответственно, пункты перечней в суды общей юрисдикции. То есть арбитражным судам такое неподвенимственно. Снижение кадастровой стоимости практика есть. Это вопрос, скажем так, больше не налоговый, а уже вопрос, касающийся законодательства о кадастровой оценке, кадастровой стоимости. Сейчас упростили порядок оспаривания кадастровой стоимости. То есть можно не в судебной процедуре оспорить кадастровую стоимость, а обратиться в комиссию по соответствующим спорам, скажем так, административная процедура. Обратиться с отчетом оценщика и успешные, даже есть прецеденты, и наши коллеги из ФБК помогали клиентам, есть такие проекты, когда помогали снизить кадастровую стоимость. Так, срок исковой давности. Так. Надо по ГПК посмотреть. Да, посмотрим. Вот вопрос интересный про срок давности по перечням. Мы посмотрим сейчас, на минуточку попозже ответим. Спасибо. Да, коллеги, еще вопрос по пункту 25 в статье 381 Налогового кодекса. Будут ли приняты изменения? Вот сейчас мы посмотрим, попробуем оперативно на этот вопрос ответить. Спасибо. 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 Продолжение следует... Потому что попытка устранить злоупотребление в части применения льготы, она привела к обратной реакции, то есть там не очень сформулирована была норма статьи, поэтому мы не исключаем, что действительно, поскольку не против финансовый орган, и они понимают, что здесь надо просто исправить ошибку, которая была допущена при таком ужесточении этих правил, что ее примут в ближайшее время, в веселье сессии, может быть, здесь есть такие шансы. Но точной информации у нас нет. Это вот по поводу 25-го пункта 381-го. Так, а в отношении организаций, которые в 2015 году вынуждены платить налог, это надо уточнить, это применительно к чему? Продолжение следует... Продолжение следует... Оспаривать конституционную суду, судя по тому, как у нас в последнее время конституционные суды рассматривают споры именно по части признания неконституционными нормам налогового законодательства, я думаю, что это маловероятно успешность такого рассмотрения. Вот, допустим, мы так давно видели конституционный суд, в который налогоплательщик обратился с целью уточнения норм по НДПИ, которые не точно выражали понятие участок недра. И вот это неточное выражение понятия участок недра привело к тому, что налогоплательщик, истолковав его как лицензионный участок, применил соответствующую льготу. А в дальнейшем налоговый орган свел понятие участок недра до горного отвода, ну и в результате налогоплательщик остался без льготы, еще и должен был платить пенни со штрафами. Конституционный суд сказал, что в данной ситуации неточность норм не обозначает ущемление прав конституционных налогоплательщиков. Здесь ведь тоже, смотрите, сама по себе норма, да, она, нельзя сказать, что она носит прямо откровенно дискриминационный характер. Там ошибка основная была по 381 статье в том, что пытались ограничить злоупотребление по имуществу, которое было впервые принято на учет в определенный период времени, с определенными манипуляциями внутри взаимозависимых лиц, переводилось в состав льготируемого, и как раз тем самым дискриминировались те, кто не манипулировал этим имуществом и вынужден был продолжать налогоплательное имущество платить по имуществу, принятому на учет. Но норму не дописали, то есть ее написали не настолько тошно, то есть сама по себе идея ограничить возможность манипулирования, да, она была правильной, а вот техника, она подвела, и в результате действительно там попал более широкий круг. Но я думаю, что здесь бесполезно в Конституционный суд обращаться. Так, Катюш, подземный паркинг с цокольным этажом. Так, надо посмотреть, где скрипла... Так, вы знаете, ну вот по поводу того, что у нас теперь разница критерий признания, и в связи с этим у нас количество основных средств в уголковском учете, да, оно там возрастает по отношению к налоговому учету. Но это объективная на самом деле вещь. Я думаю, что здесь какие-то способы, которые бы позволили это обойти, я думаю, что их просто нет. Вы знаете, по уголку учета вообще, мне кажется, там тенденция идет к тому, чтобы, ну, как бы, как раз максимально снизить вообще критерии, связанные с признанием амортизируемого имущества, и оценивать по существу. Все-таки, давайте так, для целей бухгалтерского учета и отчетности, амортизация имущества – это не только способ перенесения затрат, связанных с приобретением, да, но в том числе еще и, там, определенную степень отражения износа этого имущества с точки зрения адекватной стоимости актива. В налоговом учете – это только и исключительно способ распределения расхода по периодам равномерного, да, который бы устраивал, скажем так, наши финансовые контролирующие органы. Поэтому правила по амортизируемого имущества установлены в бухгалтерском учете, в налоговом учете, они, поскольку уносят разные цели, ну, то есть они могут разниться. Мне кажется, что бухгалтерский учет как раз стремится к тому, чтобы, наоборот, составляющая отчетность, субъекты вообще сами оценивали субъективно, что из имущества является амортизируемым, а что, собственно, относится к составу имущества, потребляемого в текущем периоде. Да, я вот по поводу цокольного этажа хотела указать. Если гараж, паркинг находится в городе Москве, то, как я выше сказала, льгота применяется в городе Москве в отношении объектов общественного питания, бытового обслуживания, предназначенных для обслуживания банковского населения, то к ним может применяться льгота, в том случае, если они расположены на первом, втором или цокольном этаже. А если, соответственно, гараж, паркинг не относится к объектам общественного питания и торгового обслуживания, то только потому, что он расположен в цокольном этаже, нельзя применить льготу. И в отношении того, можно ли считать подземный гараж, паркинг цокольным этажом, надо все-таки посмотреть, мне кажется, законодательное определение цокольного этажа. Я думаю, это в отраслях, связанных со строительством, может быть, что понимается. Это правильно, которые заходят и подземные инвестиции. Да, да, да. То есть, если это уже многоуровневый, то, я думаю, вряд ли можно признать цокольным этажом. Так, Екатерина, да, по поводу того, что не было злоупотребления, в 2015 году придется платить налог. Давайте так. Норма, она сама по себе, если ее отменять в Конституционном суде, то нужно признавать ее распространяющейся на всех, да, там, попадающих под эту норму. А у нас, получается, что пострадала лишь часть, да, которая, ну, то есть, часть налогоплательщиков, которая как раз совершает нормальные операции с имуществом, приобретенным уже после 2013 года, вот, но попадает под действие этой нормы. В этой ситуации либо Конституционный суд должен признавать тогда эту норму неконституционной, как понимаемой правоприменителями в смысле того, что она распространяется на имущество, в том числе, там, которое приобретено после, но вряд ли у него на это будут полномочия Конституционного суда, поскольку в этой ситуации он тогда начинает заниматься фактически законотворческой деятельностью Конституционный суд, а его задача, то есть, он не пишет законы, да, он либо отменяет норму, либо ее толкует, либо он ее оставляет в силе. В данной ситуации, если он устанавливает и начинает градировать в этой норме имущество, там, приобретенное в тот или иной период, то он фактически начинает заниматься законотворчеством, а это не его компетенция, поэтому, а полностью отменить норму тоже нет оснований у Конституционного суда, потому что по части налогоплательщиков она не носит дискриминационный характер, она против носит уравнивающий, поэтому, мне кажется, что... Нет, попробовать можно, но мне кажется, что перспективы рассмотрения в Конституционном суде положительно не очень велики. Я думаю, что никак, Екатерина, вот в части распространения с 1 января, я думаю, что никак. Вот, опять же, да, вот смотрите, даже когда у нас действительно, допустим, меняется практика применения по высшим арбитражным судам, которая значительно облегчает налоговую нагрузку налогоплательщику, как правило, высший арбитражный суд распространяет эту изменению, меняющуюся практику только наперед, да, и это связано с сохранностью бюджета. И я думаю, что в нынешних условиях низкой пополнеемости бюджета, да, ну, то есть, нет шансов, что этот налог можно вернуть. Они, понимаете, законотворцы, это те же самые люди, то есть люди, которые пишут налоговые законы, они же и пишут законы о бюджете Российской Федерации, они же и распределяют, и пишут расходы, которые должен нестись за счет этого бюджета. Попробуйте понять, я понимаю ваше негодование, я как юрист с вами абсолютно согласна. То есть это очень несправедливая была норма, да, еще более несправедливо, что ее задержали во времени, тем самым на пустом месте создали несправедливую налоговую нагрузку для части налогоплательщиков. Но сейчас мы с вами смотрим на вещи, ну, просто реально, да. И вот реально деньги, которые в 15-м году запланированы, поступили в бюджет и уже распределены, их никто не вернет. Вот по поводу срока исковой давности по перечням. Экспресс-анализ пока не выявил, что установлен какой-то специальный срок исковой давности, по такого рода искам в Гражданском процессуальном кодексе. Соответственно, срок исковой давности исчисляется в общеустановленном порядке, то есть 3 года. Поэтому если вы подали в арбитражный суд, я думаю, можно сейчас параллельно готовить иск в суд общей юрисдикции. И, я думаю, можно успеть. Так, в отношении вклада в имущество. У нас между взаимозависимыми лицами... Нет, опять же, давайте так. Мы исходим из того, что если речь идет о первичном вкладе в имущество, то есть когда у нас передача происходит на этапе, когда мы становимся взаимозависимыми лицами, то есть от этого вклада мы не становимся, то мы даже формально не попадаем под барму. Если же речь идет о том, что мы увеличиваем вклад, то есть дополнительный вклад в имущество осуществляем, а мы уже являемся лицами взаимозависимыми, то в этой ситуации у нас термин, который употребляется в этой норме приобретения, он не исключает в том числе... Но поскольку приобретение вообще в общем смысле это передача права собственности, вклад в имущество это передача права собственности. Поэтому в данной ситуации по буквальному толкованию то может быть. А если первичный вклад, то он не между взаимозависимыми лицами. То есть мы взаимозависимыми лицами становимся по факту вклада, то есть после этой операции, в связи с этой операцией, а сама операция между нами как и независимыми производится. Так. 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 Только пирож. Нет, если мама Российская Федерация, она не может быть взаимозависимым лицом, но с точки зрения контролируемых сделок даже есть специальное исключение о том, что если у нас связь между сестрами, она через маму, то это не создает наши отношения контролируемыми. Если не сталкивались, то значит от нас узнаете. У нас теперь по гражданскому кодексу на задолженность, в случае, если стороны прямо в договоре не отказались, могут начисляться проценты на задолженность. Причем эта норма отлична от 395, которая у нас является неустойкой за просрочку платежа, она отлична от коммерческого кредита, по которому мы можем просто предусмотреть в договоре. И пока копию ломали юристы, что это за норма и как ее применять в сугубо цивилистическом смысле, в декабре месяце, в ноябре-декабре месяце вышли письма Минфина, который очень быстро приспособил их для своих фискальных целей. Соответственно, по 317 прием у нас вышло разъяснение Минфина, который говорит, что если нет отказа от процентов непосредственно в сделках, непосредственно в контрактах, то он считает, что автоматически возникает доход у лица, которому должны. И автоматически возникает расход у лица, которое должно и по правилам 265-250 в составе университетных доходов и расходов должны отражаться соответствующие проценты. Мы, собственно, очень ждали постановления Верховного суда, которое рассматривало различные аспекты вопросов об ответственности и в том числе должен был истолковать эту норму для гражданского права с тем, чтобы разобраться, что она в себе несет. Мы видели проект первоначально этого постановления, в нем были разъяснения по 317 прием, вторая версия этого проекта, все эти разъяснения полностью были исключены. И Верховный суд фактически сказал, что он не будет сейчас на уровне постановления разъяснять применение этой нормы, потому что выходит законодательная инициатива в Думу вообще ее отменить, то есть ее убрать из гражданского законодательства. В результате будет то же самое, что мы с вами не так давно обсуждали по поводу того, что 2015 год подвис, а потом все пришли в себя. То есть начиная с июня 2015 года и как минимум до 1 января 2017 мы находимся со странной нормой и, соответственно, странными последствиями в смысле отражения в налоговом учете. Наш вам большой совет максимально по тем контрактам, по которым это возможно, причем с распространением на прошлые периоды, откажитесь от этих процентов, чтобы не создавать себе пустых налоговых обязательств в налоговом учете, потому что формально налоговые права. То есть то, как норма сейчас звучит в гражданском кодексе, предполагает, что там действительно возникают квази-заемные обязательства, причем Минфин считает, что они возникают прямо на следующий день после того, как мы поставили товар. То есть не зависит от того, какой у нас срок платежа предусмотрен в договоре и, соответственно, они сильно искажают налоговые начисления, поэтому наш вам совет – откажитесь. Так, ну, вопросов тем не менее не поступает. Так, ну, вопросов тем не менее не поступает. Если я, вы знаете, вопрос не поняла. Ну, то есть поскольку тут, как это, идет ветка, цепочка рассуждений, то вот я потеряла, почему это уточнение тогда, потому что мы когда с Екатериной обсуждали, если можно, то есть вот про маму, которая стопроцентная дочка РФ, немножко разверните, то есть если это так, то в чем вопрос? Так, по апартаментам. Вы знаете, по апартаментам… Нет, это налог на прибыль, налог на доволенную стоимость, я думаю, да, на прибыль, в большей степени там жильготы у нас по жилым. Вы знаете, по апартаментам не скажем, не сталкивались, вот прям сразу на скидку не прокомментирую. Надежда, вы знаете, у нас по разъяснениям 317-го гражданского кодекса, к сожалению, презентация не готова, мы можем готовые презентации отослать, но вот это, вот мое выступление, оно как бы не запланировано было в вебинаре, я просто заполнила паузу, пока мы ждали вопросов, мы боимся, что мы… Вы знаете, у нас есть небольшая презентация по 317-й, ну такая цивилистически-налоговая, там буквально три файла, ну давайте мы ее дополним, действительно, давайте мы дополним эти файлы, которые у нас есть. Продолжение следует... Следующий вебинар у нас будет читать тоже наш специалист Департамента налогового консалтинга Наташа Рябова, он будет посвящен НТФЛ и соц.взносам, и я думаю, что эти темы интересны всегда и всем, поэтому приходите. До свидания. До свидания, коллеги. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...